Сегодня биткоин показал эпичную волатильность за очень короткий промежуток времени, и мы в точности коснулись зону сопротивления нисходящего расширяющегося клина, перед тем как ушли вниз. Это долгосрочный расширяющийся клин, начавшийся с марта этого года, так что сейчас мы бросили вызов главной направленной вниз линии сопротивления. С марта мы только лишь и видели, что нисходящие верха, но теперь у нас есть восходящие верха и восходящие низы. Что-то меняется, что-то назревает, и очень вероятно, что биткоин нам покажет очень крупное движение. Все это и еще большее в сегодняшнем видео. Ребят, как дела с возвращением на канал? Меня зовут Кевин Свенсон, и сегодня мы с вами обсудим цену биткоина. И глядя на биткоин, а также на S&P, вы видите, что зачастую они одновременно находят свои общие низы, а также и вершины. Общие низы и общие отскоки. И сегодня S&P находится в красной зоне. Но биткоин весь в зеленке, и от случая к случаю такое происходит. И это сигнализирует о росте спроса, а также о росте интереса. И сегодняшние заголовки говорят о том, что ETF эфира и биткоина выросли совместно на 570 миллионов за счет притока новых средств. А еще растут шансы на победу в командном конкурсе. Гринни, напомни, как называется. WSOT на нашей любимой бирже Bybit. Друзья, все. Началось крупнейшее состязание в мире по трейдингу криптовалют. Будет продолжаться до конца этого месяца. Без малого 19 дней, как вы видите, или 2,5 недели. Ранняя регистрация уже закончена, но вы все еще можете успеть вступить к нам в команду. Обязательно это сделайте, переходя по ссылке из описания или по QR-коду, который вы видите на экране. Наша команда называется SellBuy через значки доллара и биткоина. Поэтому не пытайтесь ее найти по поиску слова CryptoCommons. Просто переходите по ссылке и нажимайте, друзья. Но мы уже практически пробили 100 участников, поэтому торопитесь успеть быть в первой сотне. Поэтому не тупите, переходите по ссылке. Если вы еще не перевелись на UTI-аккаунт, вот самое время. Крышесноснейшие призы в размере 10 миллионов долларов. Призовой фонд, ребята, будет разделен между лучшими командами участников. Так что не тупите, переходите по ссылке, вступайте. Торгуем, как обычно, зарабатываем и получаем плюшки. Если вы посмотрите на 4-часовой график, то увидите, что у нас был сегодня огромный фитиль. Мы коснулись верхнюю часть расширяющегося нисходящего клина, опустились снова обратно, а затем продолжили отскакивать, продолжили расти. Рынку эти уровни нравятся. И с начала марта, каждый раз, когда у нас получалось неопреодоление этого уровня, 4-часовик закрывался красным. В этот раз все немного по-другому. А вот такой тип движухи мы с вами наблюдаем в бычьем рынке. И, возможно, биткоин отыгрывает возможный шорт-сквиз, попавший в ловушку ликвидности. Когда образуется обромный фитиль в 45% или даже больше, относительно тела свечи, означающий, что в этом фитиле огромное количество шорт-позиций. И когда цена преодолевает эту вершину фитиля, это нас может закинуть выше 70к. И позвольте объяснить, почему так. Если в имеющем направлении рынке образуется импульс, в настоящий момент 20-недельная EMA растет под углом в 45 градусов, если удерживая трендовую линию вы нажмете кнопку Shift, она перескочит в 45 градусов, что значит, у нас есть большой импульс вверх. Если рынок направлен вверх с таким большим моментом, с EMA направленной в 45 градусов или даже больше, если образуется фитиль при непродолении уровня внутри этого тренда, то когда вы переваливаете за вершину фитиля, образуется шорт-сквиз. Все шорты внутри этой свечи будут выступать в виде попавшей в ловушку ликвидности, как только мы преодолеем вершину фитиля. И какова же цель для этой попавшей в ловушку ликвидности? Говоря о сетапе шорт-сквиза на 4-х часовике. Что ж, если померить от фитиля к фитилю размер свечи во время направленного рынка, то коэффициент риска к вознаграждению должен получиться 1 к 1,5. Что означает? То, что если у нас образуется шорт-сквиз ликвидности в этой свече, то исход этой ситуации отправит нас к 72 600. Это довольно присущий биткоину шаг. Если здесь мы скидзаем шорты, то нам следует ожидать 72 600 в виде цели, что отправит нас гораздо выше этого уровня сопротивления. Нарисую-ка горизонтальную линию на уровне исторического максимума. То есть мы окажемся выше вниз направленной линии сопротивления. И прямо под историческим максимумом. И в этом диапазоне между данными двумя уровнями сосредоточится зона очень крупной владельности. Если шорт-сквиз образуется, а мы перевалим через вершину этого фитиля, примерно 72 600, затем уйдем на ретест этого сопротивления в виде уже новой поддержки, перед тем, как уйдем в консолидацию, то можем прорваться наверх и преодолеть исторический максимум. И это может произойти прямо во время выборов, или же прямо сразу за ними. Вот тогда, я думаю, мы на самом деле и преодолеем исторический максимум. Но зачем я об этом говорю? Что ж, каждый раз, когда биткоин преодолевает исторический максимум, это происходило когда? Прямо, сразу или во время процесса выборов. Возвращаясь к Обаме, то сразу после инаугурации мы преодолели АТХ. 2017-й, сразу после инаугурации, мы перевалили за исторический максимум. 2020-й, сразу после выборов, да даже во время выборов, мы преодолели АТХ. А инаугурация случилась уже после этого. Так что вы видите, это как хорошо налаженные часы. Выборы, АТХ, выборы, АТХ, выборы, АТХ. И этот раз ничем не отличается. Мы прямо здесь, прямо перед АТХ. Мы буквально меньше, чем в 12% от исторического максимума, который образовался в марте. А выборы, ребят, у нас на носу. Так что для меня это довольно очевидно, что это смотрит прямо нам в глаза и лежит на белом блюдечке с голубой каемочкой. Но многие люди могут сказать, Кеф, слушай, это же очевидно, что это не произойдет. Что ж, ребят, давайте честно. Многие из вас были довольно скептично настроены с начала 2023-го. Я наблюдал за огромным уровнем медвежьих настроев, скептицизма. И даже здесь, где мы с вами сейчас находимся, люди сохраняли скептицизм все время, пока мы находились в консолидации на уровне предыдущего исторического максимума. Заметили? Повсеместный разговор о медвежатине. Но мы находимся прямо перед АТХ, так что все это очень здорово. Настроение пока не достигли чрезмерных уровней оптимизма. И буквально до сегодняшнего дня мы не наблюдали индекс страха и жадности, переваливающего с успехом в жадность. Не про экстремальную жадность речь, а про небольшую. Вчера он был нейтральным, прошлую неделю нейтральным, прошлый месяц нейтральным. И только сейчас он становится жадным, а все потому, что мы приближаемся к низноправленной линии сопротивления. И как только мы прорвемся вот в этот диапазон, и может достигнем эту цель шортсквиза в 72600, вероятно, посмотрев на экстремальную жадность, а после чего, надеюсь, спустимся и избавимся от этой жадности на короткое время, перед тем, как некоторые индикаторы сбросят свои значения и приготовятся к настоящему забегу после выборов, как обычно. И как мы с вами и обсуждали уже в предыдущем видео, расширяющийся нисходящий клин и паттерн, который мы с вами рассматриваем, с марта, имеет цель согласно учебнику, и согласно которому она составляет 91 тысячу. Это не мое мнение, это данные учебника. Я правила не вдумываю, они уже есть в книге. От верха к низу паттерна это и есть ваша цель, составляющая 91 тысячу. И перед продолжением параболического тренда, что является очень реалистичным и возможным, и которое невозможно оспорить, потому что у нас имеют место экспоненциальные восходящие низы. Это не прямая трендовая линия, это кривая трендовая, с экспоненциально более высокими, чем предыдущие низы. И измеряя скорость, с которой возрастает трендовая линия, получается парабола. Мы с вами в базе 3, и согласно моему анализу, середина 62 тысячи, что соответствует удвоению цены на базе 3 до точки продажи, что соответствует удвоению 62, что дает 124 тысячи. Так что, по крайней мере, то, о чем говорит книга, и независимо на возможное ваше мнение того, где, на твой взгляд, мы достигнем вершины цикла, или, скажем, моей желаемой цены, только лишь основываясь на этом учебнике, нам следует ожидать 124 тысячи. И, честно говоря, данная цель выглядит достаточно реалистичной с точки зрения того, что мы с вами наблюдаем от других людей и от других, так сказать, аналитиков. В социальных медиа люди называют 200, 300 тысяч. Знаете, все такое. Но это все выглядит прямо в той зоне, где большинство испытают ФОМО, называя безумные цифры. Но в конечном итоге мы свалимся согласно этому графику из учебника. Так что прямо сейчас вот такую картину я вижу в долгосроке. Но если мы с вами посмотрим на Total 3, капитализацию рынка альткоинов, то увидим, что в этом графике мы идем очень четко по графику. Мы прямо в той ситуации, где и в прошлый раз, в момент прошлых выборов и состояние альткоинов в 2020 году, когда мы начинали вырываться из консолидации, прямо к началу выборов. И вот, пожалуйста, 2024-й, приближаются выборы, и мы начинаем вырываться из консолидации. У нас на руках абсолютно тот же сетап и те же самые события. Выборы, консолидация, прорыв. После чего мы переваливаем за нисходящий верх. Выборы, консолидация, прорыв до нисходящего верха. Так что, около ноября мы можем с вами наблюдать начало роста альткоинов и перебитие этого нисходящего верха. И все сходится. Мы идем по расписанию повсеместно. Но также я хочу упомянуть, что тотал 3 рынок капитализации альткоинов не включает в себя биткоин и эфир. То есть все альткоины достигли капитализацию 358 миллиардов долларов в конце забега 2017-го. И они достигли примерно 1 триллиона, точнее капитализацию в 1,1 триллиона, в конце забега 2021-го, в конце забега 2017-го на самом верху фитиля. Капитализация биткоина была 350 миллиардов, прям как тотал 3 в конце забега 2021-го. Тогда биткоин был на 1,2 триллиона долларов, а альткоины на 1,1 триллиона. Так что тотал 3 соответствует капитализации биткоина. И так заканчивался цикл, по крайней мере, последние два. Если об этом подумать, в целом логично. Биткоин растет вверх, и когда все спекулятивные активы стягают той же капитализации, то это конец. Это интересная частичка информации, достойное упоминание. И если вы пытаетесь определить вершину следующего цикла, наблюдайте за капитализацией тотал 3 в сравнении с капитализацией битка. И как только они сходятся, забирайте всю свою прибыль. В общем, на сегодня все. Ребят, если вам понравился этот выпуск, обязательно подпишитесь на канал и поставьте под видео лайк. Напишите свой бесценный комментарий, ведь это очень сильно помогает дружной и эффективной команде криптокомманс. И, конечно, не забывайте о команде БлаБла Крипто, которая ежедневно делает контент, выпускает новости, технический анализ, и вообще они просто огонь. Ну, а я с вами прощаюсь, и я с вами прощаюсь.